Приветствую вас, и сон, который вам снится, можно интерпретировать достаточно по-разному. Вот кто-то говорит из экспертов, что это ничего не значит, я так не считаю. Я думаю, что поскольку ваш супруг вас любил, и поскольку вы любили его очень сильно, то, скорее всего, ситуация складывается так, что в своем сне вы видите подсознательное подтверждение, или, скажем так, разрешение от него того, что вы можете жить дальше. То есть ваш супруг как бы через сон говорит вам о том, что вы можете жить своей жизнью и стремиться к тому, чтобы быть счастливой. Я так полагаю, что вы в данный момент времени грустите по нему, очень сильно переживаете и не можете никак его отпустить. Здесь все, конечно, упирается во многом в том, или точнее во многом здесь упирается в то, как вы воспринимаете факт смерти. Понимаете, если вы верующий человек, то тогда вам будет лучше, наверное, обратиться к смещеннику, чтобы тот, будучи экспертом в области теологических вопросов, помог вам наиболее полно, наиболее эффективно, я бы сказал, преодолеть ваши проблемы. Если вы человек неверующий, то тогда я думаю, что вам нужно понять тот факт, что вечных людей, к сожалению, нет. И рано или поздно любой человек уйдет, любой человек попадет куда-то. И то, что ваш муж ушел, это не означает, что вам нужно о нем именно тосковать. Вы постарайтесь помнить его, вы постарайтесь хранить о нем память, ведь вы с ним столько времени прожили, вы были с ним долго, я полагаю, и исчезли с ним душа в душу. Постарайтесь сохранить память о нем, постарайтесь не забывать его, но вместе с этим, вместе с тем, чтобы не забывать его, обязательно не забывайте и про себя. Очень важно, чтобы вы помнили себя, очень важно, чтобы хотя бы для себя вы были бы счастливы, и тогда вы сделаете то, что хотел для вас ваш мужчина. Ведь ваш мужчина хотел чего? Уверен, чтобы вы были счастливы. Так вот, и будьте верю, постарайтесь именно и быть счастливы ради него, ради вашего мужа. Постарайтесь быть счастливы, и тогда он будет, я думаю, на вас рад. И тогда память его будет не всти вам гармонию, светлое успокоение, осознание того, что вы действуете правильно и верно. А пока вы переживаете, пока вы пребываете в тоске, возможно, и память о мужчине не позволяет вам вот так все забыть. То есть память о мужчине, как бы напоминает вам постоянно о том, что вы не счастливы, а мужчин хотел для вас именно счастье, понимаете? И вот поэтому он вам, я думаю, и сниться. То есть сон здесь – это проявление вашего подсознательного. Сон здесь – это намек на то, чтобы вы все-таки не забывали про себя, чтобы вы все-таки жили так, как хочется вам. Чтобы вы не вредили себе и помнили, как вы были счастливы с мужчиной, когда словами. И чтобы постарались быть такой же счастливой, но уже без него, но ради него и для него. Точнее, для и ради памяти о нем. Поэтому это очень важно. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Я также думаю и то, что вам необходимо, как правильно заметил мой коллега, выращать свои эмоции, выращать свои переживания. Делать это без чеснения, без стыда, без оглядки на возможное мнение и так далее. Вам нужно выплескивать все свои эмоции. Не держать это в себе. И как это делать? В одиночестве или с кем-то? Тысяча два. Так же, я бы рекомендовал вам, как можно больше, общаться с людьми. То есть, да, переживать вы можете так и там, где вам лучше, где вам удобнее, где вам спокойнее. Это понятно. А вот то, что касается как раз вашего свободного времени и того, куда вы направляете свою энергию. Здесь как можно больше взяться с людьми, как можно больше заниматься делами, как можно больше получать новых впечатлений. То есть, как можно больше отвлекаться. Почему? Потому что мужчину вам, понятно, уже не вернуть. Но вы привыкли с ним жить. И та модель поведения, которая у вас сложилась за период проживания с ним, теперь не работает. Потому что вы одна. Плюс это окрашено в очень трагичную форму. Но тем не менее, чем быстрее вы наработаете навык другой жизни, другой модели поведения, тем лучше будет для вас. Что это значит? Это значит, что вы, условно говоря, измените, вы измените свое поведение. Вы измените свою модель поведения. И вы постепенно будете привыкать к ней, к этой модели поведения, становясь более независимой, более сильной и так далее. И вот именно так вам нужно поступать. Понятно, что это очень трудно. Понятно, что это очень тяжело. Но нет у вас, к сожалению, другого выбора. Только так. Иначе жизнь будет для вас настоящим адом. Память о мужчине никогда не будет светлой. Это будет всегда память утраты. А вы не сможете исполнить то его желание, которое он для вас имел. Это желание, чтобы вы были счастливы. Всегда помните об этом и не забывайте. Еще хочется вам сказать, что мужчина будет жить, будет существовать в вашей памяти всегда. Пока вы его помните, он будет с вами. И это хорошее подспорье вам в вашей жизни. Пока вы его помните, он не ушел. Он слабый. И вместе с вами он будет преодолевать ваши трудности. Вместе с вами он будет помогать вам преодолевать проблемы. Но вам нужно его отпустить. Отпустить и жить дальше. Боль, она не уйдет. Никто не поможет вам, даже если гипноз использовать и встретить воспоминания, то боль все равно будет. Просто не будете понимать, откуда у вас тоска. Но она все равно будет. Потому что нульно, чтобы прошло время. Другое дело, как вы это время будете использовать. Но, другое дело, как вы будете себя вести в это время. Подвезли ли вы в депрессию и будете мучиться, страдать, переживать. Или вы будете стараться жить ради памяти мужчины. Решать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.